Литяна, да? Вот закончился первый день программы Глимс из Алмаха, Садаши Волны. Не знаю даже сейчас как слова будут у меня вылазить, потому что опыт совершенно... Я даже не знаю, как передать. Очень необычный, очень-очень-очень-очень-очень, предельно необычный. Сам Сад Санг был интересен, он говорил о том, что настало время для человечества начать путешествовать в другие миры и измерения. Что раньше когда-то мы это делали, несколько тысяч лет назад, сейчас это у нас не практикуется. Говорил о том, что вот концепт, самое большое страдание, которое есть на земле, кроме концепт денег и даже болезни можно не брать, что там рак или... Диабет это не болезнь, это бизнес. Даже если не брать это, то самое другое преступление, какое существует, это концепт одной жизни. То есть тебе даже... тебе закрывают сразу все двери. То есть представляешь, допустим, вот ты уходишь из этого тела, да, умираешь, там как угодно называют, и если ты никогда не слышал о концепте многих жизней или о концепте разных измерений, то даже когда тебе будут их показывать, ты просто абсолютно не обратишь внимания, либо... А то даже если обратишься, тебе просто будет некомфортно, ты даже не пойдешь. И останешься существовать как камень какой-нибудь, несколько миллионов лет. И ждать следующей инкарнации, которая произойдет. Очень необычный сатсанг был, энергия. Реальная энергия изменилась, вот как Даршина. Вот вчера у нас первый Даршин был, когда мы путешествовали первый раз в Кайлаш. Была Даршин Ганеши. Вот с того момента очень сильно изменилась энергия в Адинами. Вот сегодня... Блин, я не знаю, как объяснить... Очень сложно объяснить, но, блин, очень круто. И странно, вот необычно до жути вообще на самом деле, такие переживания получаются. Не могу сказать, что у меня какой-то бешеный опыт сегодня был, но по разным причинам. То есть он связывает наше дыхание, да, чтобы путешествие получилось. А у него вдох-выдох происходит за 6 дней. То есть представляешь, да, как медленно должно быть дыхание происходить. У меня такое ощущение, что я не могу дышать. То есть у меня есть какая-то незавершенность, невосполнение, которое не дает мне дышать. Полно, да. И это постоянно, вот это незавершение скакало внутри меня, я не мог завершить никак. Причем многослойное, там, страх сразу. Прям, ну, сложно, как будто я кругами вокруг себя хожу, пытаюсь захватиться за инкомплишн, чтобы его сбросить. Но только чтобы его сбросить, нужно от него отключиться, а не пытаться его поймать. Причем я еще понимаю, а потом думаю, что это, короче, полная задница на самом деле. То есть, ну, очень сложно как-то было. Но у меня получил я Даршин. То есть я увидел с Адаши, был огромного, такого, стоящего, синего. И он мне положил руку вот так вот на голову и давал Даршин, там такой, ну, жесткий. Вот, после этого у меня постучилось отсоединение, от конклачин, от одной из цепей вот этого паттерна основного, который я вот, с которым все борюсь, который сам я создал. Вот, где-то, видимо, не хочу, боюсь его сбрасывать. На самом деле, фиг его знает, что там происходит, сложная такая, какая-то мозговая цепочка. То есть все равно, что сидеть стул, на котором рубишь. Но как-то получается так, что стул потихоньку срубается, и я начинаю левитировать. Если вот такой вот пример сообразить тебе, чтобы ты понял. Вот, поспрашивал у других ребят, у кого какой опыт был, у кого-то был прям очень яркий-яркий опыт. Причем, Свамиджи говорит, что понятно, что ты точно спутешествовал, что закрытые глаза, что открытые глаза одинаково будешь видеть. И вот одна из участниц, которая тут живет, она прям видела Садаши, увидела Свамиджи, и с открытыми глазами была прямо в этом мире, с ней общалась там. Смотрели они там на Луну, что-то и разговаривали, игрались. Вот, а в чем прикол вообще? Зачем эти измерения? Допустим, блин, ну, как тебе сказать? Вот есть сознание, которое можно конвертировать в любую валюту, которая действует в том или другом мире. Интеграция и сознание – это основные, как бы, единицы. То есть, допустим, это все равно, что полететь. Есть планеты, где очень много бриллиантов. Она вот чуть ли не состоит из бриллиантов полностью. Представь, туда полететь и вернуться, да, сюда, и конвертировать их здесь. Примерно так же. То есть, ресурс бесконечный. То есть, деньги – это мелочь, можно про них забыть вообще. Ну, интересно, что, допустим, если Свамиджи нам дает силы и сильные когнации, которые можно использовать. Допустим, да, о, я могу подвинуть кокос. Если я могу подвинуть кокос через единство, почему я не могу подвинуть... Почему я не могу подвинуть, там, не знаю, скажем, болезнь какого-то человека, которая находится далеко-далеко? То есть, если я могу здесь делать, почему я не могу делать то же самое с планетами? То есть, это сильные когнации, сильные восприятия. Это как будто вот эти когнации силы он привез из... Как гостинцы там, не знаю, Новосибирска там, или гостинцы из Сочи. Или там из-за Стайланда гостинцы привез. Да, то здесь, когда у нас есть доступ к другим измерениям, то он дает тебе возможность туда самому слетать, в дьюти-фри полное космическое, набрать все, что ты хочешь, и вернуться обратно, использовать эти силы как угодно. Причем очень важно понимать, что вот люди подумают, наверное, да, что чем больше сил, тем, наверное, больше хаос. Как раз наоборот. Чем меньше сил, тем меньше сознание. Конкретно шахте, если говорить. Есть разные силы, которые очень делают плохо. Могут делать, очень фигово. То шахте, так как она функционирует в пространстве единства, она может только лучше делать. И чем больше шахте, тем больше осознанности. Или чем больше осознанности, тем больше шахте. Чем больше осознанности, тем лучше живется. Вот. В общем, вот такой опыт сегодня интересный, необычный, трудно объясняемый. Может, сегодня переварю, завтра что-нибудь повеселее у меня получится высказать. Пока вот так вот. Оставайся на связи, жди обновлений. И слушай. Не пропусти. Не пропусти могаться Дашим Богом в декабре. Ни в коем случае. Какой бы ты жизни сейчас ни жил, поверь мне, это того стоит. Обогатить свою жизнь, стать полностью... Ну, блин, воплощать любую свою мечту в реальности. Жить не только непривязанным к этому... К одному телу. И думать, что это вся жизнь к этому одному плану. А быть космическим существом, которое может путешествовать по мирам, может жить здесь как Бог. Не меньше. Уж точно. А то может и больше. Поэтому сто процентов не пропусти. Это... Ну, блин, такое нельзя пропускать. Представьте, просто сейчас подходит человек на улице, предлагает один миллиард долларов, и ты говоришь, да не, мне как бы и так хорошо. Причем вот умножь это на десять миллиардов, 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 миллиардов. Вообще возведи сто пятидесятую степень. И потом, когда тебе вот это вот дадут чеком, ты этим подотрешься и выкинешь мусорку. Вот примерно вот такой же калинко, если пропускать эту программу. Просто, чтобы ты понимал. Вот, поэтому, пользуясь случаем, еще раз тебя на нее приглашаю. Подписывайся на мой канал, следи за обновлениями. Я очень жду тебя здесь, в Индии, в Бенгалу, Адином. Спасибо. Не тянули.